МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Департамент образования не будет заниматься вопросами опеки и попечительства. Эти функции переходят от Министерства образования, науки и молодежной политики региона к Министерству социальной политики. На местах также все приводит в соответствие, рассказали депутатам на заседании социального комитета Гордома. Поэтому с 1 января этим в Сарое будет заниматься отдел социальной политики администрации. Для горожан ничего не изменится, кроме места обращения. Также на комитете рассмотрели ходатайство от городской организации ветеранов о награждении почетными грамотами. Просит наградить почетные грамоты следующих граждан. Это Зырину Инну Александровну, заместителя председателя Совета ветеранов 4-го века района, и Сазону Виктору Васильевичу, председателя Совета ветеранов исковой части 32-74. В этом году ветеранская организация исполнилась 35 лет. К этой дате прошло много мероприятий. Участники получили заслуженные награды за развитие ветеранского движения. Но награждение почетной грамоты города – это полномочия городской думы. Первая, это Зырина Инна Александровна, всегда безобразно выполняет и поручения, и сама является инициатором проведения различного рода мероприятий. Сазонов Виктор Васильевич, председатель Совета ветеранов войсковой части, на счету организаций, в которой он возглавляет более 500 ветеранов-военнослужащих, заслуженный ветеран города Сарова, заслуженный ветеран Нижегородской области, ведет активную такую работу Совета ветеранов, потому что в нынешних условиях это сложно, но несмотря на это Виктор Васильевич достойно справляется. Депутаты единогласно поддержали ходатайство награждения, и отправили вопрос на думскую сессию. Еще одна тема, которую подняли на комитете, касалась арендной платы за помещение, которым пользуется территориальная профсоюзная организация. До 2017 года плату с нее не взимали, затем установили льготный коэффициент 0,01%. Но в 2021 году договор об арендной плате закончился, и профсоюз вынужден оплачивать полную стоимость. Председатель организации Марина Еминсова попросила вернуть арендную плату со льготным коэффициентом. Это предложение единогласно поддержали и отправили на Думу. Вы наверняка встречали на улицах города невнятные рисунки на стенах домов и остановок. Обычно они представляют из себя розчерки краской и не несут смысловой нагрузки. Хотя изначально было иначе. Теггинг, так называется этот вид граффити, появился в 1960-70-х годах в США, в Нью-Йорке. Его использовали криминальные группировки для разметки собственной территории. Сегодня теггинг – обычный акт вандализма, который нашел отклик у молодежи большинства российских городов. Своеобразная мода самовыражения не обошла и наш город. В городе часто встречаете, чтобы и стены в этих граффити были? Стены ужасны. И стены разрисованы. Это не то, что безграмотность. Я не знаю даже, как это сказать. Какое-то безумие, демонстрация своей какой-то бескультурья. Вот это прям в высшей степени, я считаю, так. Мне очень не нравится. К сожалению, да, сталкивался. А где эта проблема больше всего? Вы знаете, на Хурчатова, вот тот район, все-таки он больше подвержен этому, у нас немножко потише. Очень плохо, очень плохо отношусь. Вот вроде и убирают их, все эти надписи. Я правда не знаю, что это за организация такая, но они вот сделают прям везде. Знаете, вот на заборах, на домах, прям безобразие. Правда, я не знаю, что такое, но везде прям. Как не пройду, прям убирают опять, убирают опять. Ну, в общем, безобразие, конечно. Отвратительное, я считаю. Отвратительное. Ну, потому что, как бы, люди стараются, делают ремонт и прочее, а люди просто халатно относятся к этим вещам. И нарушают, как бы, и порядок, и закон они нарушают, в принципе. Как правило, за маркер или баллон с краской берутся подростки. И происходит это из-за целого комплекса причин. Это и агрессия, которая накапливается в результате гормональных изменений, конфликтов в семье, размытость этических норм и правил поведения, и низкая бытовая культура общества в целом. В большинстве случаев к вандализму склонны дети из неблагополучных семей, считает психолог Наталья Мышова. То есть, это стремление такое, как-то показать, что я вообще как-то в социуме существую, я кому-то где-то как-то нужен, если я не нужен, там, своим родителям, если они меня не видят, не воспринимают, отвергают, да, то хотя бы вот так о себе заявить, хоть как-то привлечь внимание. Там очень много факторов, очень много там слоев проявляется. И на самом деле, ну, это отклонение от нормы, это нездоровое поведение, и это нужно лечить, и лечить нужно психологическими методами. Незаконная разрисовка стен сурово законом не карается. Попавшегося с поличным художника ждёт административное наказание в виде незначительного штрафа в размере от 300 до 1000 рублей. Если поймают несовершеннолетнего, за его творчество нести ответственность придётся родителям. У нас в городе установлены камеры практически на всех перекрёстках, ну, на таких значимых, то есть, когда поступают сообщения о нанесении надписи, то есть мы можем посмотреть по камерам, то есть камера достаточно хорошего качества, то есть, ну, в принципе, весь контингент, который может написать или может повредить имущество, ну, у нас он, как бы, мы его знаем, он не первый раз к нам попадает. Если вы стали свидетелем акта вандализма, о случившемся вы можете сообщить по номеру 102. Анна Пилипец, Евгений Шикарев, Александр Мальков, служба новостей, Саров, 24. На прошлой неделе в городской думе прошёл комитет, где рассматривали ситуацию с бездомными животными в нашем городе. Одно из мест, куда принимают кошка-собак без хозяев – городской приёмник. Он функционирует уже около 30 лет, и долгое время здесь не было ремонта. Территория вокруг заросла и пришла в запустение. В самом здании нет горячей воды, отопления, вентиляции. Даже большинство ламп перегорело. Услышав о том, в каком плачевном состоянии находится приёмник, депутат Денис Щербуха решил взять дело в свои руки. И уже в субботу работа закипела. Все очень много говорят, да, и поэтому мы тут, группа депутатов, Тихов Александр Васильевич, я, Волгин Алексей Александрович. Мы решили всё-таки привести этот приёмник в надлежащее состояние. Тут очень много и достаточно проблем, которые, в принципе, можно решить. То есть, если вкратце, что мы сейчас будем делать. Первое – это, значит, мы убираем с территории приёмника мусор, значит, различные там поросли, которые уже заполонили полностью всю территорию, что даже собак нельзя выпустить здесь. Во все вольеры для собак сделали лежанки. Раньше они спали прямо на кафеле. Кроме того, началась установка вентиляции. В одном из помещений она уже заработала. Теперь не будет запаха, а влажность придёт в норму. Следующая задача – отремонтировать выходы из вольеров, чтобы собаки могли выходить на улицу. Вот сейчас уже тоже зону выгула начали приводить в порядок. Она вся выкопанная в ямах. Мы вот привезли щебёнки. Сейчас, значит, застелим, ну, грубо говоря, её и создадим там благоприятные условия для собак. Также будут делать освещение, так как часть ламп уже не работает. В планах подключить муниципальные предприятия. В большинстве вольеров забит сток воды. Устранить эту проблему собираются с помощью машин Горводканала. С отоплением и горячей водой ситуация сложнее, но вопрос решают. Мы пришли сюда с Денисом Валерьевичем в пятницу впервые. Он увидел масштабы бедствия, скажем так. И первое, что поразило, человек просто на месте начал решать вопрос. Позвонил одним, позвонил другим. И процесс начался. Когда в субботу мы сюда приехали, когда я увидела то, что уже сделано, что много лет не делалось, потому что никому это было не надо. Слёзы. Слёзы благодарности, слёзы радости. И не веря в то, что действительно это вот сейчас происходит. Такое состояние приёмника – вершина айсберга под названием «Проблема с бездомными животными в Сарове». Стая собак живут на улицах, подвергаясь риску замёрзнуть или умереть от голода. Да и многих саровчан такое соседство не устраивает. Этот вопрос нужно решать поэтапно, считает Денис Щербуха. Ну вот сейчас мы эту задачку сделаем. Начнём что-то думать. Может быть, вот мне сказали, этот приёмник немножко можно расширить. Это тоже как бы финансирование нужно. Может быть, подключим Российский федеральный ядерный центр к этой проблеме. Поэтому, ну, как говорится, надо начать какие-то процессы. Потому что много всех говорят, а вот дел, по факту, ну, было сделано мало. Также Денис Щербуха призывает предпринимателей присоединиться к этому большому доброму делу и сообща помочь животным городского приёмника. Екатерина Пёнова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24. Екатеринбург, Томск, Санкт-Петербург, Москва, Троицк, Нижний Новгород, Новосибирск, Саров. Более 150 талантливых студентов, аспирантов и молодых учёных со всей страны в конце сентября соберутся в технопарке. С 27 по 29 сентября Национальный центр физики и математики проведёт здесь 13-ю школу по лазерной физике и современным лазерным технологиям. Одному из ключевых направлений работы НЦФМ и ядерного центра. Важная задача школы – привлечение молодых специалистов. Много примеров, когда прямо в течение, в рамках проведения школы ко мне обращались молодые ребята, которые потом приземлялись вести научную работу. Эта школа проводится в 13-й раз. К сожалению, два года мы не проводили школу из-за пандемии. Но вот параллельно с этим здесь начал реализовываться проект создания Национального центра физики и математики. И фактически эта школа приобрела, так сказать, новое звучание. Лекции будут читать академики, учёные из ведущих вузов, научно-исследовательских институтов и предприятий страны. Помимо лазерной физики, они затронуты смежной науке. Так участники школы смогут узнать больше о применении лазерных технологий в медицине, квантовых вычислениях и фотонной машине, использовании лазерных и оптических технологий в космическом приборостроении. Например, будет рассказана уникальная, вообще говоря, история, которая, так сказать, записана уже в особые достижениями мирового уровня. Это результаты исследований космоса с помощью рентгеновского телеспекта «Спектр РГ». По традиции участники школы посетят лазерную установку нового поколения в ядерном центре. Гости также смогут познакомиться с историей Сарова и его окрестностями. Такие школы планируют проводить по всем направлениям работы НСФМ, от физики частиц до искусственного интеллекта. Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей, Саров, 24. Последний выпуск слепых прослушиваний пятого сезона проекта «Голос 60 плюс» вышел в эфир 18 сентября. С замиранием сердца саровчане следили за выступлением нашей соотечественницы Ирины Оськиной. Ирина Зидулаевна феерично исполнила песню «Цвети земля моя», покорила сердца всех наставников и заняла последнее место в группе Игоря Корнулика. Вот я начала петь, я не смотрела на наставников, я пела, пела эту песню. Я слышала, что разворачивались кресла, и потом, когда песня закончилась, поняла, что я вошла на другой этап. Своё вступление Ирина Зидулаевна посвятила памяти мамы, которая очень хотела, чтобы дочь переняла участие в «Голосе». Как рассказала исполнительница, сразу после выхода программы в эфир, на неё обрушился шквал звонков и сообщений с поздравлениями. Тёплые слова присылали не только родные и близкие, коллеги, ученики из детской школы искусств номер 2 и участники её вокального коллектива «Апрель» Центра культуры и досуга в НИЭФ. Я просто не предполагала, просто даже во сне бы мне это не приснилось, что у меня было ощущение, что целый город вместе со мной. Такая поддержка, такая моральная поддержка. После слепых прослушиваний началась подготовка к нокауту. Как рассказала Ирина Зидулаевна, посмотрите выпуск, можно будет 25 сентября. Саровчанка исполнит песню, просто выбранную наставником. С этим решением Ирина Зидулаевна была не совсем согласна. Мне ничего не оставалось делать. Я до последнего ему предлагала свои песни. Хотела, конечно, о маме спеть, как бы точку тоже обозначить. Я понимаю, я чувствую зрителя. Я понимаю, что зрителю нужно. А зрителю нужно тепло. Вот понимание того, что не хватает. Полностью интервью Ирины Зидулаевны об участии в проекте Гулы 60+. Смотрите в рубрике без комментариев на канале Саров 24. Всероссийский конкурс «Библиотекарь года» проходит в нашей стране в девятый раз. С принятым участием могут все сотрудники Библиотек России, которые работают по специальности более двух лет и имеют значимые результаты в своей деятельности. В этом году название лучшего претендует 175 специалистов библиотек из 59 регионов России. От нашей области две заявки, в том числе в списке номинатов Ксения Якунчикова, сотрудник детской библиотеки имени Пушкина. Признаюсь честно, когда я увидела анонс этого конкурса, вот милоненосно возникло это желание. Бывают такие ситуации, когда не раздумываешь. Я позвонила руководству и сказала, что наша библиотека достойна того, чтобы быть представленной на всероссийском конкурсе. Ксения подчеркивает, что выступает на конкурсе не как частное лицо. Она представляет всю дружную и сплоченную команду Пушкинки. Главный мотив девушки – рассказать о достижениях своего коллектива. За последние два года на счету у Пушкинки немало побед и наград. Это и православные инициативы, и конкурсы Росатома, и выступления на региональных и всероссийских форумах с презентациями проектов. Все эти разработки и документацию эссе Ксении с командой отправили на библиотекарь годы вместе с видеовизиткой. Я считаю, что наша библиотека действительно достойна, потому что наши специалисты – это большие профессионалы, люди, которые искренне любят детей, люди, которые любят свою профессию и отдаются ей полностью. В октябре отберут номинантов на шорт-лист. Победителя объявят в ноябре на Санкт-Петербургском международном культурном форуме. Участие в всероссийском конкурсе именно в этом году особенно знаково. В конце сентября Пушкинка будет отмечать важный юбилей. Детской библиотеке исполнится 65 лет. Может быть, громко скажу, но мне хотелось бы посвятить это участие именно нашей библиотеке вот этому юбилею. Потому что, повторюсь еще раз, мы достойны, мы любим свою работу и очень хочется, чтобы наша душа и наши искренние чувства были показаны вот на всероссийском уровне. Уже четвертый год под руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Николая Евменова в восточном секторе Арктики проходит комплексная экспедиция «Умка». Это учебные сборы, в ходе которых атомные подводные крейсеры из акватории Чукотского моря запускали боевые ракеты по морской мишени условного противника. В рамках рабочей поездки на Тихоокеанский флот главнокомандующий ВМФ посетил Чукотский автономный округ. В мероприятиях комплексной арктической экспедиции приняла участие и уникальная выставка «Адмирал Ушаков» из Саровского музея военно-морской славы. Выставку представили в отдаленном военном гарнизоне. На самолете главнокомандующего военно-морского флота мы были доставлены из Санкт-Петербурга на Чукотку. Там развернули свою выставку. И он лично представлял и открывал выставку для жителей и детей данного поселка. В течение двух дней организаторы выставки провели пять экскурсий. Рассказали о личности адмирала Ушакова, о его жизни, подвигах и боевом пути. Среди экспонатов было представлено 17 информационных стендов, портрет адмирала, а также единственная в мире реконструкция мундира Федора Ушакова образца 1803 года. Конечно, сами понимаете, для жителей отдаленных кулаков нашей Родины это совершенно необычное явление, когда уникальная выставка, которая в основном демонстрируется только в центре части России. В частности, мы участники главного военно-морского парада уже шесть раз на территории Санкт-Петербурга и Кронштадта. Поэтому выставка пользуется большой популярностью, все хотят ее увидеть. Для музея военно-морской славы этот год стал особенным, потому что передвижную выставку представляли и в Государственной Думе, и на Дне России в городе Севастополе, и по уже доброй традиции на главном параде военно-морского флота в Санкт-Петербурге. Поездка на Чукотку, буквально на край земли, одно из ключевых исторических событий для Саровского музея. Да, это самая отдаленная точка, потому что до этого мы выставлялись, начиная от Северодвинска до Севастополя, ну и самая крайне европейская точка – это Санкт-Петербург, Кронштадт. Ну а теперь, то есть, можем и говорить, что Дальний Восток нами тоже отсваивается, и с учетом предложения и замыслов главкомандующего военно-морского флота, то есть, мы реально понимаем, что, возможно, ждут еще более экзотические путешествия. Главком военно-морского флота планируют серию выездов передвижной экспозиции Музея военно-морской славы в отдаленные военные базы и новые поселки на Арктическом побережье, а также создание комплексной онлайн-программы по экспозиции адмирал-ушаков для крайних уголков России. Экспедиция на Чукотку Саровского музея состоялась при поддержке Благотворительного фонда культурных и социально значимых инициатив имени святого праведного воина Федора Ушакова города Москвы. Заслуженный работник культуры РФ, лауреат международных конкурсов, профессор Оренбургского государственного института искусств имени Ростроповичей. Анатолий Закопа известен далеко за пределами Оренбурга. Он уверен, музыка красноречивей любых слов и расскажет зрителям куда больше, чем можно выразить словами. Здесь мои мысли, мои чувства, мои переживания на основе сюжетов великих классиков Баха, Бесховена, Шопена, Моцарта и русских, Чайковского, Рахманинова. И она звучит злободневно, и она волнует каждый раз заново. Концерт Анатолий Закопае назвал беседой у рояля. После каждого сыгранного произведения он обращался к зрителям, рассказывал о композиторах, музыку которых играл, в знаменательных датах, связанных с их творчеством. Сегодня праздник Простистос Святой Богородицы. И, конечно же, в программе моего концерта я буду играть много музыки, которая звучит часто в святых местах и в церквах. Концерт открыл 18-е Исаровские чтения «Православное лето». Эти мероприятия проходят при грантовой поддержке конкурса малых грантов «Православная инициатива-2022». Окунуться в мир классической музыки пришли и студенты Саровского физико-технического института. Классическая музыка, она всегда полезна. Это высокое искусство, которое поднимает нас, которое нас учит высоким идеалам, говорит нам о вечном, о добром, помогает вспомнить, что мы люди, вывывает нас в вечность. Это очень важно, я думаю, для нас, для всех. В зале царила неповторимая атмосфера. Музыкант подарил зрителям яркие, незабываемые впечатления, встречу с настоящим искусством. Акция «Книги Донбассу» стартовала в нашей стране в августе. В сентябре к ней присоединился Исаров. Пунктом сбора стал Молодежный библиотечный информационный центр. На Московскую 11 горожане могут приносить книги, которые передадут в дар библиотекам и досуговым центрам Донецкой и Луганской народных республик. Художественная литература, учебная литература, школьная, но обязательно на русском языке. Ну, в принципе, здесь никаких возрастных ограничений нет. То есть и мамы с детьми приходят, и люди уже пожилого возраста, то есть любой желающий принять участие в акции, любой горожанин может прийти и подарить эти книги. Главные книги должны быть либо новые, либо в хорошем состоянии. Акция стартовала в пятницу, и за несколько дней горожане принесли уже около 300 изданий. Среди них и классика, и современная литература, детская и взрослая. Передают и настольные игры, и пазлы для малышей. Их тоже принимают. Один раз в неделю волонтеры будут забирать подарки, отправлять их к месту назначения. Пока бессрочно, пока мы не знаем, когда она закончится, пока мы просто приглашаем саровчан принять участие в этой акции. Когда закончится, пока неизвестно. Подробности по телефону 94426 и на сайте библиотеки имени Маяковского. Екатерина Пёнова, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей Саров, 24. В Сарове проходит осенняя неделя до брак. К ней присоединились многие организации, школы, детские сады, учреждения дополнительного образования. В том числе клуб «Акбар» Центр внешкольной работы объявил о старте традиционной благотворительной акции «Дари, корми, люби». Волонтеры собирают помощь для трех частных приютов, которые живут на собственные средства и благодаря пожертвованиям горожан. Помогаем мы кошачьему приюту Мурдом частному, помогаем мы Марине Киреевой, там тоже частный приют, и помогаем мы бабушкам, у которых собаки живут около приюта Назернова. Старые собаки доживают, вот им, потому что они живут на собственные средства, на то, что у них есть, поэтому мы им помогаем. Помощь принимают в здании ОБЦ Носилкина 10-1. В фойе первого подъезда стоит специальный контейнер для пожертвований. В первую очередь просят приносить корм, его всегда не хватает. Нам нужна еда, нам нужны впитывающие пеленки, древесный наполнитель нужен кошкам, собакам в большинстве своем сухой корм, но в то же самое время, потому что собаки живут многие на улицах, в будках и в вольерах, нам нужны теплые одеял, кому не нужны ватные. Тоже можно, опять же, теплое пальто для утепления этих вольеров приносить. Ну и дезинфицирующие средства, потому что, естественно, все надо мыть. Также приютам необходим линолеум. По всем вопросам обращайтесь к Светлане Романовой по телефону 8 903 040 88 60. Екатерина Пёнова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24. Возиться с техникой, изучать компьютеры Сергей Рыжов любил с детства. Когда настал момент с выбором будущей профессии, он, не сомневаясь, решил погрузиться в IT-сферу. Три года учебы по этому направлению только укрепили его уверенность в собственном выборе. ВОЗ дает весь необходимый багаж знаний, с которым я легко найду себя в этой сфере, признается юноша. Естественно, это языки программирования, в частности, C++, Python, также многие современные технологии. В частности, мы изучали базы данных, ну и разработки проектов и многое такое. Екатерина Агаркина с детства мечтала стать педагогом, однако в последний момент решила связать свою жизнь с IT-сферой. Это современная профессия. Молодому поколению легко вникнуть в нее и развиваться в этой сфере, признается девушка. Но мечту преподавать тоже хочет исполнить. В свободное время она планирует заниматься репетиторством, чтобы помогать юным технарям хорошо подготовиться к вступительным испытаниям. С утверждением, что IT больше мужская сфера, Екатерина не согласна. Конечно, в некоторых вопросах мужчины справляются лучше, в некоторых разновидностях IT-профессий. Но женщины тоже очень важны в данной профессии, так как у них немножечко другой подход и склад ума, и иногда очень требуется более скрупулезная проработка некоторых вопросов, ну, например, в разработке программного проекта какого-нибудь. И вот у женщин, я считаю, это лучше получается, чем у мужчин. IT-направление в СРФТИ широко развито. В институте большой опыт по подготовке специалистов в области программно-аппаратных решений и сетевых технологий. Институт вот уже несколько лет выпускает специалистов этого профиля, которые потом успешно трудоустраиваются в ядерном центре. Также строят карьеру в столице и за рубежом. Сегодня это направление как никогда востребовано, поскольку информационные технологии, они очень вплетены в нашу жизнь, и, соответственно, как в профессиональной сфере, так и в обычной жизни мы все пользуемся информационными технологиями, сервисами, устройствами различными. Сергей и Катерина на последнем курсе. Впереди юных айтишников ждут выпускные экзамены, диплом и новый ответственный шаг во взрослую жизнь – первая работа. На слёте Союза детских организаций «Сияющие звёзды» собрались делегаты из 14 дружин школ города. Ребят разделились на четыре группы. Далее работали по своим направлениям. На военно-патриотической станции придумывали новые форматы для проекта «Память в сердце». На площадке Детская палата «Галактика» формировался новый состав совета. Активисты, выбравшие созвездие творцов, представляли школьные идеи коллективно-творческих дел. Станция вместе с наставником проводилась для разработки нового проекта, посвящённого Году педагога. Самая интересная идея – это поменяться с учителями, а дети станут учителями. И это будет очень интересно, когда дети будут вести уроки, а учителя будут сидеть на месте детей. На слёте собрались разные ребята – и новенькие, которые только вступили в организацию, и опытные, которые получили звание пионера-инструктора. Виктория Романова в пионерской организации уже четыре года, а в Детской палате «Галактика» – три. Девушка обучает ребят игре на барабане, а также ведёт мероприятия. Сегодня у нас с водным отрядом барабанщиков было показательное выступление, а также после мы барабанили на внос знамени, позже мы будем барабанить на вынос знамени. Любовь Коваш в свои школьные годы была активным пионером сияющих звёзд. Ещё тогда у девушки появилась мечта, что в будущем, когда она вырастет, вернётся в пионерское движение в роли педагога. А мечтам свойственно сбываться. Теперь Любовь Игоревна вовлекает детей в общественную деятельность, готовит их к участию в масштабных конкурсах. Сейчас есть российское движение школьников, в которое пионеры тоже участвуют, потому что пионер – это активист в первую очередь. И они дают очень большие тоже проекты и помогают детям нашим поехать в замечательные лагеря. Ульяна Скородумова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Праздник осеннего урожая отмечали ещё наши предки. Это был своеобразный день благодарения за обилие плодов и начало отдыха от трудов. В Совете ветеранов праздник осеннего урожая стал уже доброй традицией. Из года в год пожилые люди приносят на мероприятия овощи, фрукты и ягоды со своих садов и огородов. Креативно украшают цветами тематические осенние столы, мастерят декор для концертного зала. Представьте себе, что вот когда урожай он есть, это же прекрасно, когда вот идёшь в теплицу, посмотришь, там помидоры весят, там ещё что-то, там огурцы и так далее. Ну а потом, когда собираешь, так это же вообще тем более вкуснота, это же свои, причём не откуда-то взятые, а именно не купленные. Павел Амельичев всегда уходит с праздника урожая не с пустыми руками. Хозяйки угощают гостя своими заготовками. В этот раз депутат городской думы тоже подарил ветеранам подарок и поздравил всех пришедших на мероприятие. Отличное настроение для гостей создавал вокальный ансамбль «Улыбка» со всеми любимыми песнями про осень и не только. У нас, входясь в хороший ансамбль «Улыбка», который руководит Ульянова, и они под баянк поют всегда. У них вообще репертуар очень широкий, но они каждый раз выбирают, какие песни петь, что, чего представить. И главное, каждая песня что-то, чем-то сопровождается, какими-то словами какими-то хорошими. Праздник осеннего урожая для ветеранов города – это еще один повод встретиться, пообщаться в душевной обстановке, обсудить планы на будущее. По традиции, после концертной программы ветераны собрались за праздничным столом. Светлана Ярунова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.